У меня такая ситуация. Я раньше был, жил там у отца Нектария такой, сейчас он архимандрит в Аранском монастыре. И вот сегодня позвонил мне один парень. Вот у него, ну, в общем, 20 лет там это самое, смотрю, и курит, и это самое. Ты понимаешь, я говорю, ну, не в ту сторону он ведет-то, получается. К себе привел, а к кресту не привел. Как же, нерожденный свыше ты там начинаю. Я хочу все попросить у вас. Что мне ему сказать? Как его вырвать оттуда? Вот он сейчас в Аранском монастыре. Хороший парень, такой трудяга, ну, бывший наркоман, ну, курит до сих пор еще. Ну, вот такие вот вещи. Отец, как уголали? Ну, как он? Самоубийца курящего уста, уста курящего. Иоанн Крышатский говорит, демонская кадильница. Ты ему и сказать, 13 лет жизни отнимает табак, 15. А что ты сделаешь ему? Скажи, а больше еще. Ты же не можешь его уволить оттуда, выгнать. Сказать надо обязательно. Нет, я думаю, как бы лучше это все рассказать. Вот он вижу, смотри, он слушает меня. Я говорю, понимаешь, я нашел людей верующих. Оказывается, можно жить свято, можно не грешить. Он, ну, как это так? Это что-то такое. Вот, амонашество. Это же флагман. Он, ну, к чему флагман, говорю? В дорогу в ад, что ли, ведет? Или что? Непонятно. Ну, это что-то такие вещи. Знаете, я понял, Александр. Этот человек не избран Богом. И поэтому у него все на ухабах. А если избран, он только услышал. И сразу же все слепое слышал. Один раз уже кричит и кричит. Хочу увидеть. А ему не надо ничего увидеть. Он прижился там и есть. Неизбранный. По-человечески он понимает. В другом месте он засохнет. Воровать надо будет. А тут сытый, одетый, работает. Покурил, выпил. Опять. Это неизбранный человек. А номинальное христианство ни к чему не приводит к всеобщему обману. Я вот показывал тут материал, как тут кандидат наук, она исследовала в университете, где я вел занятия. Пять лет. И получилось на 300 человек, которые православными считаются, только один что-то знает. 0,3 процента. Да и те под сомнением. Притом там такая тщательность. Там спрос стоит. Там по 20 параметрам она проводила. Цепенникова Евгения. И притом этот материал перепечатали в местной метрополической газете. Алтайской миссии. Я когда показал это метрополической газете, то как же я просмотрел такое? Это приговор вам? Какая же ваша работа? Ну на работе, допустим, человек воспитывает или выращивает скотину или поле. И 0,3 процента, так он в трубу вылетит. Так и здесь. Рядом священник. Почему он ничего не говорит? У нас был такой вот он. Ну нормально работает. Ну у нас не положено выпивать-то. Он раз выпил, собрание было, проговорили. Второй раз. И потом все. Продал и уехал. За бесценок все. Там покупать-то некому. Никак нельзя это. Они, видишь, какие любят. Всех люблю, никого не осуждаю. Одно. Без пробела. В одну строчку. Так говорят про этих, которые все гладят по головке. Даже без бороды, когда люди шли. Давид их не запустил в город Иерусалим. Без бороды. Но смотрите, в Библии ни одного слова нет. Дочь Иакова вышла посмотреть, по-нашему сказать, на танцплощадку, через решетку. А ее заприметил княжеский сын и снасильничал. И написано, она была, что? Что с ней было? Обесчащена. Обесчащена. А когда борода, полбороды остригли, послы Давида были, написано очень обесчащена. Это хуже изнасилования, когда бороду бреет. Нет, человек здоровый, крепкий. Он старается, походу, бороду бреет только гомоксюксуалисты. Будь они прокляты. Перед Богом всегда. Или подкаблучник. Бри, тут если ты понял, так выброси ее сразу из дома-то. Зачем тебе это нужно под женщину подделываться? Пойди икону посмотри. Ни одной иконы нет, чтобы были без бороды. Есть там, которые молодые были. Это от Бога. Написано, не порти края бороды. А какие края-то, когда ничего нету? Это сегодня так мы рассуждены. Это католики, заразу, вот и занесли. Папа в восемьдесят тысячем лет и все еще с коблицей сидит. Так этому человеку скажите. Ты куришь? Место твое в другом месте. Я не знаю как. Я вот сотрудничал с местной тюрьмой 18 лет. 18 лет. Еще только не делал. Проповедовал, начитывал на пленку. Потом я ухожу, они там прокручивают, в камерах слушают. И ни одна душа не покаялась. Ни одна. Почему? Меня-то там нету. А священник приехал один раз. И 470 человек крестил. То есть помочил головы им. А они какие были наркоманы, табакуры, такие остались. И священник-то бракодел. Лучше бы его там не было. А мне говорят, а почему он все время приезжает нетрезвый? Вот как. Мы привыкли, а бы как, по-русски. Не пройдет этот номер. Если она была изнасилована, обесчащена, то это очень обесчащено. Это в Библии написано. А в Библии автор Дух Святой. Не надо тут оговариваться. Да зачем тебе это нужно? Мы знаем, что даже были правители такие, как Фидель Кастро. А теперь посмотри. Некрасов. Посмотри на них, как они выглядят. Лев Толстой. Достоевский. Солженицын. Я беру так. Адмирал флота Макаров. Борода до пояса. Вот так. Мы православные. К бороде не прикасаемся. В ней спасения нету. Но она в другом нету. Это храм Божий. Его не надо, храм Божий, переделывать. Потому что человек без бороды, это как женщина. Это власть над женщиной. И которые бороду носят, это подкаблучники. Бабы командуют им. Им не стыдно. Они не понимают даже, что делают. Я как-то с баптистами говорил. Я говорю, вот ваш журнал так назывался «Баптист». Большой такой формат, как огонек газета. И на первой, не на странице, а на корочке сидят молодежь. Все с бородами. А сегодня все они оскобленные. Я говорю, а если бы все носили бороду, вы бы стали. Я был там в Павлодаре, разговаривал с ними. Ну да. Ну тогда живете по стихии мира, а не по Христу. А ты один объяви протест. И ты увидишь, что кто-то шелохнется. А так что, да никто не послушает. Ты еще не вышел, а уже умер. Александр Невский говорил, вид воина должен внушать ужас супостату. Вот как. Так что, ваша задача сказать. Сказать, ну и дальше уже так и обращаться. Вот все. Спаси Христос. Геннадий его зовут. Может помянете в своих молитвах. Молит Господь. Ну он, в принципе, добрый-то человек. Ну вот толчка нет у него. Все, помолимся. Давай, коротко помолимся. Встань на ноги. Господи, косни сердце в этого Геннадия. Дай ему страх твой святой. Чтобы он подражал тебе, смотрел на иконы святые. Как ты выглядишь. Подражайте Господу Богу нашему и святым. Как апостолы. Все до одного были учениками Христа. И похожими на него с бородами. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во. Спаси Христу. Все. Если вопросов больше нет, я отхожу. Ни у кого нет ничего? Слава Божию. Отошел. Слава Божию. Слава Божию. Слава Божию. Слава Божию.